В 1915 году, в начале Первой мировой войны, армянские жители Османской империи были переселены из своих домов во временные лагеря в рамках программы по предотвращению революционной деятельности. Это событие за последние сто лет представлялось в качестве геноцида, прототипа Холокоста. Моя книга погружает события переселения в исторический контекст. И этот контекст, прежде всего, связан с национальной безопасностью во время Первой мировой войны. Главная мысль моей книги заключается в том, что некоторые османские армяне, не все, но некоторые из них, участвовали в революционной деятельности, что было очень распространено в те годы. У болгар была революционная деятельность против Османской империи, у греков была революция против Османской империи, в Македонии была революция против Османской империи. И все эти народы завоевали независимость. Поэтому, когда армянские революционеры стали планировать и вести конспирологическую деятельность в 1890-1910-х годах, это очень напугало Османское правительство, да было угрозой для империи. Поэтому, когда в 1914 году началась Первая мировая война, армянские революционные комитеты работали вместе с русскими, англичанами и французами, чтобы постараться получить независимость. Не все армяне, небольшое количество людей, революционеров работало над тем, чтобы разрушить Османскую империю изнутри. Все это привело к переселению людей в качестве меры по пресечению революционной деятельности. Туркам пришлось учиться, как это делать. Они никогда этим раньше не занимались. Они учились на опыте испанцев на Кубе в 1895 году, на опыте англичан в Бурской войне в 1899 году и на опыте американцев на Филиппинах в 1900 году. Я военный историк. Социальные, политические, гендерные и другие историки рассматривают события 1915 года. Большинство историков, которые рассматривали эти события до сих пор, руководствовались другим подходом. Армянское население Османской империи переселяли, во-первых, с намерением их всех казнить. Во-вторых, потому что турки ненавидели христиан, а в-третьих, потому что армяне составляли экономическую конкуренцию туркам. Армяне и евреи забирали деньги турок, потому что они лучше умели вести бизнес. Вот такие объяснения социальные, политические, экономические и гендерные историки предлагали. Значение моей книги в том, что я рассматривал переселение и гибель этих людей в военном контексте. Ведь такого не произошло в 1910 году до войны или в 1930 году после войны. Это произошло в середине Первой мировой войны. Поэтому невозможно понять причины переселения этих людей без понимания военного контекста. Я первый человек, который собрал всю картину вместе в контексте военных действий во время войны. Многие люди, которые пытались разобраться в этом вопросе, уже имеют свое сложившееся мнение. Например, армяне по всему миру, армянские диаспоры, армяне, живущие в США, Франции и России, считают, что это был геноцид. С другой стороны, турки тоже имеют свое четкое мнение, что это не геноцид, что армяне восставали с мятежами, и из-за революционеров пострадали другие представители армянского народа. Получается, у армяна-турок уже есть свое мнение по этому поводу. Моя книга важна для людей, у которых еще не сложилось свое мнение, которые еще не разобрались в этом вопросе, которые не знают, что там произошло. И значение моей книги в том, чтобы люди, которые немного знают об этих событиях, смогли прочитать мою книгу и сказать, да, это обоснованные объяснения. История – это не про правду. История – это набор фактов, собрав которые воедино, мы получаем определенную картинку. Факты, которые собрал я, те же самые, о которых говорят армяне и турки. Одни и те же факты можно интерпретировать по-разному, что ведет к появлению новых объяснений для людей, которые еще не решили, что действительно могло произойти, а что нет. Ну, вообще, этот вопрос, нужно ли добиваться признания геноцида армянского народа, для меня делится на две части. Ну, первая часть, естественно, был ли геноцид. Вторая часть, как вы сказали, вполне справедлива, это касается современной политики. Я, для начала, конечно, остановлюсь на первой части. О том, что произошла ужасная трагедия, в этом никто не сомневается. Уничтожить 300 тысяч человек – это примерно 20-я часть населения Армении. По некоторым данным, которые, мне кажется, достаточно объективными, это уже преступление. Но вопрос, был ли геноцид, была ли целенаправленная политика, то есть на уничтожение армянского народа, я в этом очень серьезно сомневаюсь. Очень серьезно. Для меня совершенно несомненно, что была предпринята попытка депортации армян, проживающих в пограничной территории, ну, шесть там, вилаетов. Для меня совершенно очевидно, что эта попытка была проделана совершенно безобразно. Что касается геноцида, то, на мой взгляд, здесь возникают очень серьезные сомнения. Во всяком случае, убедительных документов, свидетельствующих о том, что это была продуманная политика именно на уничтожение, на мой взгляд, нет. То, что творились ужасы, об этом говорить не приходится. Хорошо, а об отсутствии? Есть вторая сторона вопроса. Насколько эта мера депортации была оправдана? Ну, было время, когда я считал, что здесь, со стороны армян, никаких таких враждебных действий по отношению к империи не предпринималось. Ну, затем, познакомившись с некоторыми трудами, я, в общем-то, усвоил вполне четко, что да, готовилось восстание. Восстание это было. Да, лидеры определенных политических партий, я их могу назвать, в свое время в программу записали. Это, то есть, освобождение Турецкой империи или Западной Армении и так далее и тому подобное. То есть, это было, это было. Надо сказать еще вот что. Дело в том, что российское правительство в известной мере это спровоцировало. От этого тоже уходить нельзя. То есть, здесь очень много вопросов, в которых следовало бы предварительно разобраться. Потому что он оказался вообще на турецкой стороне. На стороне вашей позиции. Ну, я бы не сказал, что у меня совершенно определенная позиция. У меня очень много сомнений. Это что-то только и всего. Понимаете, относительно восстания. Я вам процитирую отрывки, выдержки из книги Габриэля Лазяна «Армении. Турецкий суд. Каир, 1946 год. На армянском языке». Мне перевели в свое время. Сами понимаете, Армения. Программное положение партии армяноканов. 1885 год. Кто должен освободить Армению? Сам армянский народ. Когда армяне должны подняться на борьбу? Когда великие державы поднимутся на борьбу между собой? Какими методами должны действовать? Различными. Сообразно с обстоятельствами. Иногда силой оружия, иногда деньгами, иногда с помощью иностранцев. Далее. Программное положение партии «Гнчак колокол». 1888 год. Там есть и про революции, и про социализм. Но основное – это восстание в Турецкой империи. Средства. Пропаганда. Террористическая деятельность. Организация ударных частей для наступления. Формирование регулярных частей. Из повстанцев. Срок. Любая война. Любой державы против Турции. Вот эти вещи. Вот эти вещи. Меня очень смущают. Правда. Правда. К тому времени партии эти утратили уже свои позиции. На первое место выдвинулась, как известно, партия «Дашнак Цетюн». Первая программа. 1892 год. Она уже таких положений не содержит. Но нельзя забывать, что эта партия со временем стала членом второго интернационала. Но я совершенно не поручусь за то, что в этой партии не было горячих голов, которые действовали вот именно такими способами. Понимаете? И все мои сомнения как раз касаются вот этого. Давайте. Мощно табуирована тема геноцида армян. Я думаю, она связана с тем, что эту тему очень хорошо пыталась разыграть Антанта. Ну и европейское, так сказать, присутствие в османском последний период и уже в республиканский период. Они эту тему разыграли очень сильно, как вина мусульман, а невинные это армяне, христиане. Хотя на самом деле, конечно, там было побоище с обоих сторон. Насколько оправданы цифры, которые доводится слышать? А это вот, да, это наша общая такая проблема. Полтора миллиона, два миллиона. Там всего-то по учетам было полтора миллиона армян в Турции. Общее население армянское, то есть османское. И поскольку какая-то часть сохранилась, нельзя говорить, что это полтора миллиона. Я думаю, даже в конце концов, здесь сами вот такие потери из-за того, что стреляли, убивали и так далее, были, может быть, не такие велики. Но очень многие умерли с голоду, от болезней, потому что их вывезли просто... И в результате, и оба этих вопроса в результате сейчас стоят блоками на пути Турции в Европу и армянские.